Ты снимал что-нибудь, пока мы ехали? Да, так, чуть-чуть поснимал. Знаешь, что это пароход, корабль? Блин, я вот в этом World of Warships ещё видел подобное. Это Микасо, это флагманский японский броненосец, который участвовал в сусильном сражении русско-японской войны. А-а-а, именно русско-японскую? То есть с американцами он не воевал? Нет, это, так сказать, он уже слишком был старый к тому времени. Он представил морально. А, ну понятно. В принципе, ни с чем. То есть это всего лишь 12-дюймовые руки? Не, ну всё равно. Всего 12 дюймов. На Второй мировой войне у всех были 26 сантиметров, да? 26 сантиметров. Максимум делали 18. 12 дюймовые. А, в сантиметрах? Да, сантиметров. 30 сантиметров, 55 миллиметров. 305 миллиметров. А вот стоит снаряд. Нет, это не от него, это от линкора Ямато стоит снаряд. Это 18-дюймовый снаряд. Это 46 сантиметров в диаметре. А, ну вот написано. Это Ямато, да? Да, это вот Ямато. Ну да, да. У меня у этого, у менеджеров, у Миля вот этот, точно такие же иероглифы. Это же вот этот Ямато перечитается, да? Ямато. Да, оно же читается Дайва и как Ова. То есть там чтение просто будет Ова, Дайва, Ямато. Как-то когда-то пришли, говорят, Ямато и Ямато Сама. Вот там паровоз. Ямто и Ямато Сама. А, блядь, вообще съехал. Да, да. Это я тебе сейчас половину кораблей раскручиваются. Корабли. Это крейсер тяжелый. Ну даже авианосцы есть. Это, да, это название я не прочитаю, конечно. Акасака. Это авианосцы. Ну я знаю, что это авианосцы. Авианосцы я не очень люблю. Линкор, если я больше понимаю. А эти какой? Это линкор Ямато. Это очень похоже на Нагато. Уже линкор. Да, да. У нас тут, наверное, название, что это линкор. Это вот, наверное, авианосцы про японские. А это тяжелый крейсер? Это легкие крейсеры? Легкие крейсеры японские были довольно-таки. Это очень простые. Я, вообще говоря, по виду определяю. Да? Ну, что они вкусы, это хера всего? Это, конечно, да? А чем рейсер отличается от, допустим, размера? Размера. И калибром орудия. И броневой. Линкор это мощный, короче, да? Он въебуется. Да, Линкор. Вот этот вот. Ямато. Это был, вообще, самый крупный линейный корабль, построенный в мире. Угле 18-дюймовое орудие. Ни одного другого корабля, реально построенного, не поставили орудий больше. В смысле, по-моему, англичане. В российской, после войне, короче, появился. Вот это, по-моему, ну да, написано. Ничерус имсо такие, но... Довольно такой броненосец попроще, чем Ямато. Это линейные корабли? Это раньше были линейные. В смысле? Раньше их называли броненосцы. Сейчас историю же сказать, если интересуешься. Ячима. Просто раньше были деревянные корабли. И тогда были линейные корабли, у которых там трехпалубные были, двухпалубные. А чем они отличались, я точно не могу сказать. Наверное, количеством орудий и их калибром. Ну, понятно, что со временем немножко больше пушки стали туда-сюда. А потом, когда перешли к железным кораблям и паровой машине называть их линкорами сразу не начали. Потому что, типа, они броненосные корабли. Они с броневой, но они броневые плиты были в пределах. На этом не осталось броневых плит. На нем даже боевую рубку заменили жестяной коробкой. Да? То есть, по ней стучишь, она пустая внутри. А вообще, она должна быть примерно 30 сантиметров такой полукруг стоит. Ну, если хочешь, стоит подняться, на самом деле. Ага. Ну, вот в России их называли броненосцами. А уже, когда прошло некоторое время, когда придумали дредноуты, ну, дредноут отличается от броненосца чем? Что у него главного калибра орудия было не две башни, а больше. Ааа. Хотя у японцев были корабли, которые в конце построены, ну, межсезонье, так сказать, между Первой и Второй мировой войной, где-то, по-моему, в 20-е годы были построены. Там было по шесть башен орудий, двух орудийных. Но они сделали их так, что они, скажем, две башни было, например, здесь, две башни посередине, две башни здесь. Они, в принципе, все могли на одну сторону. Ааа. И орудия главного калибра от одного из этих линкоров на постаменте находятся возле Манадайби, там есть морской музей, а из него стоит 14-дюймовое орудие. Да. А вот здесь вообще башня сколько-то. Ну, это три башни основные, подожди, но на самом деле, ты знаешь... Ну, основные три, да. То, что я сейчас здесь вижу... Ааа. Это не Ямато, это какой-то другой крейсер, типа тоже, или линкорфор. Это не крейсер, это вообще не японский на вид корабль. Хотя, на самом деле, Ямато их перестраивали, их модернизировали. То есть, поначалу у них вот эта башня еще была, их под две было. И еще с боков и была точно такая же башня, но потом они их выпилили, сделали огромное количество зенитных вещей. Ну, чего это за корабль, я тебе даже не знаю. Там платный, что ли, вклада? Думаю, да. Ну, я не думаю, что на дорогой. 100 йен? 600. А, 600 йен? Ну, можно просто обойти сбоку, посмотреть, что. В доллар заглянуть. Да, в окно заглянуть там. Ну, я на самом деле, если интересуешься морской тематикой, будем берем. В принципе, все открыто, туда даже залезть можно. Ну, в смысле, так. Внутри, конечно, все выбили и там сделали, как уже музей такой. Там нет машин, ничего не осталось, там второго. На самом деле, он всего под размещение, по-моему, 12 тысяч тонн. И Ямато, вот этот конкур, был полным под размещением, по-моему, 65 тысяч тонн. Ну, грубо говоря, в 4 раза больше этого. Ну, это 6-дюймовые орудия, они, на самом деле, раньше, когда делали, да, что тут типа было круто, но когда после русской пункты, они все очень сильно анализируют, что произошло, поняли, что 6-дюймовые орудия на кораблях вот такого типа. Баян, Russian Cruiser. Кроме того, что там может быть поджечь. Там вон написано, типа, щит. А, это, короче, реальные повреждения, но вот с какого корабля, я не знаю, возможно, даже это самая часть. Вот, 15 сантиметров, видишь, типа. Паян. 15-дюймовый снаряд, скорее всего. Попал в него. 15-сантиметровый снаряд, это 6-дюймовый снаряд. Да. В него попал. С крейзера Паян, наверное. Ну, русские, русские прострелили. Они, наверное, его, типа, он сдался, скорее всего. Мощно. Нормально так пробило. А, так это все 3-дюймовое орудие попало. Ну, да. 7,5 сантиметров. Нет, 7,5 сантиметров. Нет, 7,5 сантиметров. Если бы она была 3 дюйма, мы его там просто не предъявили. Нет, тут всего-то 3 сантиметров толщина. Это корпус броненазмопейский. Понятно. Теперь тут он потоньше, тут потолще. Вот этой части он смотрел в борт, грубо говоря. А сверху, возможно, это была палуба. Ну, что-то чушь какая-то. Но она там, видишь, там нахлёст просто получается. Видимо, да. Из-за стыка, может быть, они и посчитали. Там стык броневых листов. Да, в то место, может быть, и ехали. Ну, это японцы для красоты так было, что написали. Держи. Рожья, я вообще написал правильно. Рожья. 15, это, видимо, диаметр просто. Диаметр снаряда. То есть 15 сантиметров был диаметр снаряда. А, вот, короче, все. Да, это от этого. От крейсера, от русского. Русский крейсер 16, это у него были 6-дюймовые орудия. Это его... Там причем-то не было башни, скорее всего, вот таковой. А это был, так назовем, барбет. То есть это там не была цельная башня с крышей совсем. Она такая полуоткрытая была. Да, да, да. Потому что, ну, все закрыть башню делать, это масса большая. Это да. То есть, вот, грубо говоря, вот такого же типа орудия. Ну, грубо говоря, очень похожая часть. Типа как здесь или здесь. Потому что по я, я не помню, насколько он был большой. Вот такой пейсер. Вот его, его, да. Это вот, возможно, 12-дюймовый снаряд. Да, это вот японский. Ну, вот, а калибр не написан. Очень похоже, что это как раз из этого броненосца и есть. То есть, ну, 12-дюймовые снаряды весили я. Похоже, ошибаться. Ну, где-то килограмм порядка двухсот. Похоже. Ну, где-то. Ну, где-то. Продолжение следует...